итак уважаемые друзья и снова всем привет и снова вы на канале новых технологий и с вами как всегда юля сегодня я буду говорить о компании сяоми которая представила один из своих самых ожидаемых смартфонов второго полугодия это mix 4 который явил миру инновационную технологию позволяющую скрыть 20 мегапиксельную фронтальную камеру прямо под дисплеем понятно что технология не нова и компания exxon уже экспериментирует с подэкранками вовсю но как заявляет компания сяоми и это неудивительно что их инновация ну понятно самая инновационная из всех представленных до нее и название придумала чтобы все было по-взрослому это камера underpanel в общем уважаемые друзья вся инновация состоит в том что сяоми них 4 действительно стал первым смартфоном но самого производителя с подэкранной камерой который он еще 2020 году тизерил подготавливая пользователи к ее серийному применению в своих смартфонах ну что ж приветствуем возвращение линейки ми микс правда без частички ми ну и ладно итак уважаемые друзья главной изюминкой сяоми микс 4 стал безрамочный дисплей все с той же подэкранной камеры технология которая подразумевает использование специальных прозрачных материалов в области экрана над камерой что делает ее практически невидимой не путается словосочетанием совсем не видимо так как в exxon 30 при выключенном экране она все-таки просвечивается плотность пикселей в этой области экрана микс 4 составляет 400 пикселей на дюйм как и в смартфоне exxon 30 по задумке производителя это должно устранить перфорацию в самом экране весь остальной экран это изогнутая панель amoled 3d диагональю 6 6700 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек и поддержкой частоты обновления 120 герц со скоростью отклика 480 герц панель поддерживает 10 разрядное представление цвета dolby vision и hdr 10 плюс максимальная яркость заявлена на уровне 800 нит а контрастность 5 миллионов к одному отмечу еще и то что сама панель имеет минимальные рамки по трем краям и небольшой отступ с снизу здесь же под панелью скрывается сканер отпечатков пальцев а защищает всю эту конструкцию передовое стекло gorilla glass victus что касается основной камеры сяоми мир 4 то здесь инноваций нет сам блок оформлен стилем 11 ультра но лишен дополнительного экрана и видоискателя и сама конфигурация камер немного отличается главный модуль построен на 108 мегапиксельном сенсоре samsung чмикс с размером сенсора 1 1 33 сотый дюйма размеры пикселя 0,8 микрон диафрагма f1 95 сотых фазовым автофокусом и оптической стабилизации изображения дополняет его ультра широкоугольный модуль на 13 мегапикселей с углом обзора 120 градусов диафрагма f2 и 2 и линзами особой формы предотвращающими оптические искажения картинки такие как рыбий глаз также есть гибридный режим широкоугольной съемки который будет одновременно снимать и на широкоугольную и на основные камеры а затем сшивать два изображения размещая по центру данный состав 8 мегапиксельного сенсора а по краям широкоугольного и замыкает троицу перископический телефото модуль на 8 мегапикселей с оптической стабилизации которая обеспечивает 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум есть запись видео 8к разрешение 4к разрешение и замедленная съемка что касается аппаратной основы сяоми миг четвертого это новейший топовый 5 нанометровый процессор snapdragon 888 плюс за охлаждение которого отвечает фирменная технология с графеновым рассеивателем тепла с общей площадью охлаждения на 11 тысяч пятьсот восемьдесят восемь квадратных миллиметров таким образом все у миг четвертый стал первым серийным смартфоном с разогнанным вариантом уже знакомой нам системы snapdragon 888 кстати уважаемые друзья грядущий флагманский смартфон он раме джек 3 чья презентация запланирована на 12 августа тоже получит snapdragon 888 плюс но и прибавим ко всему вышеперечисленному оперативную память на 8 или 12 гигабайт формат lp ddr5 и объем встроенного накопителя на 128 256 или 512 гигабайт форматы fs31 и теперь уважаемые друзья питание здесь без сюрпризов емкость аккумулятора села мимик 4 составляет 4500 миллиампер часов но зато пиковая мощность фирменной проводной зарядки достигает 120 ватт как у села мими 10 ультра или black shark 4 и 4 pro полная зарядка в обычном режиме займет всего 21 минуту а в буст режиме 15 минут беспроводная зарядка мощностью до 50 ватт позволяет полностью зарядить смартфон за 45 минут в обычном режиме и за 28 минут в буст режиме также mix 4 стал первым решением сяоми который получил технологию пространственного позиционирования и wb известную со времен iphone 11 который поможет смартфону на лету обнаружить вокруг себя устройство с поддержкой и wb позволит осуществить быстрое подключение но например к умному телевизору среди других особенностей сяоми миг 4 это цель на керамический корпус стереодинамики с технологиями harman kardon и многофункциональный модуль nfc с поддержкой множество платежной функции работает смартфон на android 11 там поверх которого установлена новая фирменная оболочками и 12.5 есть поддержка технологии повышения производительности в играх game turbo 3 и линейный вибрационный двигатель из остальных датчиков отмечу наличие гироскопа электронного компаса датчика лазерной фокусировки и инфракрасный порт сети представлены 2g 3g 4g lte 5g беспроводный интерфейс это вай фай 6 и bluetooth версии 5 и 2 сам аппарат получил такие размеры это 162 и 65 на 75 и 35 и на 8 и 2 сотых миллиметра при весе 225 граммов на выбор будут три варианта цветового оформления это черный белый и серый продажи seo mimix 4 начнутся уже 16 августа по рекомендованной цене 8 и 128 гигабайт это 771 доллар 8 и 256 гигабайт это 817 долларов 12 256 гигабайт это 894 доллара и 12 512 гигабайт за 1432 доллара да неплохо все доступные ссылки мы разместим в описании под этим видео ну что уважаемые друзья хочу сказать в итоге сяоми представила очередную свою модель с попыткой выдать за инновацию то что уже используется в других мобильных компаниях и с какой-то стороны понятно ее стремление хоть как-то оживить до боли приевшиеся технические характеристики очередных якобы новинок и ведь если бы не это так сказать инновация в кавычках смотреть больше не на что так как все остальное озвучивалась уже неоднократно с другой стороны выдать за инновации то что уже кем-то используется но не совсем как на мой взгляд этично но это на совести компании сяоми но я заканчиваю свои обзоры как всегда не прощаюсь с вами всем отличного летнего настроения не уходите с нашего канала чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов обязательно комментируйте ставьте лайки и тех кто еще не подписался на наш канал обязательно подпишитесь не забыв нажать на колокольчик чтобы одним из первых получать новые видео с нашего канала с вами была юля и канал новых технологий всем пока пока